Ты не пьешь или пьешь? Здрасте, уважаемые подписчики! Я не успел прихать... Добро пожаловать на уральскую землю! Вот сначала надо это говорить, а потом спрашивать, ты пьешь или не пьешь? Ну? Ты пьешь или не пьешь? Ну я могу пить, могу не пить. Они могут быть за рулем? Могут. Ну что, ребята, вы за рулем? Привет! Как дела? Хорошо. Как тебе у нас? Хорошо. В баню поедем? Я уже веники взял. Ребята, мы приехали на озеро, которое является жемчужиной Южного Урала. Называется оно озеро Тургаяк. Многие подписчики пишут, скажи, где отдохнуть на Тургаяке. Вот это самая кучерявая база Тургаяка, называется Золотой пляж. Слева от нас Тургаяк, а справа за горкой находится озеро Янышко. Легенда гласит, что Емельян Пугачев, отступая, именно вот в этом озере спрятал свои богатства. Вынышко. Вынышко, да. Закопал свое золото. Поэтому было несколько попыток взорвать перешейк, вот эту горку, чтобы его спустить и найти то золото. К счастью, не увенчавшись в успехах. Ну что, ребята, у кого есть несколько сотен килограмм динамита, пишите нам с Игорем. Мы возьмем вам с долю, да, у Игоря уже есть карта, сокровищ, все сделаем. Вот прямо перед нами, ребята, находится настоящая лодка Федора Конюхова, на которой он совершил путешествие через Атлантический океан. А почему она здесь стоит? Ну потому что за ней находится клуб Федора Конюхова юных путешественников. Ребята, Рома только что в парилке мне признался, что он никогда в жизни ни в проруби не купался, ни в проруби после бани не купался. Поэтому я его пропускаю вперед, пускай парень насладится этим удивительным процессом. Ох, ох, ох. А, хорошо. Айкушечка. А? Айкушечка? Да. Нафиг это нравится? Понятно. В холодный бассейн нырял, в прорубь не нырял. У-у-у. Ах, сейчас надо разогреться еще сильнее. Это был такой пристрелочный. Шик. На улице сколько, минус 7? Ну, мало, да. Даже парня идет особо. Давайте я вам расскажу еще одну штуку. Вот, когда я был где-то в платье в четвертом, уровень тругаяка был настолько низкий, что мы писали, знаете, как они там, дипломная работа или как она, курсовая, о том, что если еще чуть-чуть уровень тругаяка понизится, то начнется необратимый процесс цветения водорослей, вот этих одноклеточных. И вода станет зеленая. А сейчас, пойдемте со мной. Сейчас вода и зимой, и летом, ровно вот такого вот цвета. Вот она абсолютно прозрачная, как из-под крана. Она всегда такая. Не у всех вода из-под крана прозрачная. Она не цветет. Вот эта вода не цветет никогда, смотрите, она холодная. Озеро всегда подпитывается радоновыми источниками снизу. Поэтому она холодная, глубокая, до 40 метров это озеро. Видимость? Нет, не видимость. Глубина. А видимость? Видимость? Так вы говорите тебе. Прозрак. Прозрак. На 10 метрах лежишь и лодочку видишь просто над собой плавающую. Абсолютно вообще классно. А вот здесь, на месте вот этого залива, соседнего, была баскетбольная площадка. Буквально несколько лет назад кольца убрали. Так посреди залива стояло два кольца. А почему вода поднялась? Говорят, что, во-первых, перестали качать воду отсюда. А я думаю, что это какая-то просто цикличность. То есть вот она, естественно, природным образом поднялась. Ну, может быть, от того, что качать перестали. Сейчас идет естественный слив. Вот мы там выехали. Вот в той ложбинке мы выехали сюда. Там сейчас идет естественный слив. В реку Мяс. А там Мяс. Красотища. А здесь Тургаяк. А там закат. Красота? Сейчас бы коптер. А я здесь живу. А что ты не сказал, я бы взял? Ты же знал, что у тебя есть. Ты не знал, что у меня есть коптер, да? Вот здесь набирают воду для бани. Да, точно. Мелко. Кстати, ее можно спокойно пить. И она очень вкусная. Вкусная. Ну, Игорь же сказал, можно спокойно пить. Я спокойно попил. Почему ты в Африке так не говорил? И нужен был мне. Дверь закрывай. Значит, друзья, что у нас сегодня в меню? По случаю приезда Романа на нашу южноуральскую землю мы достали икреную, жирную, вкусную воблу астраханскую, которая только что привезла из Астрахани. и такую же жирную и не менее вкусную чихонь. Все для тебя, Роман. Угощайся. Как ее есть? Вот так прямо? Нет, вот ее, к сожалению, нет ножа. Все есть. Супер. А еще я очень рад, что Роман не пьет пиво. Раз пошла такая пьянка, вот это тебе со Шри-Ланки я привез. Ох, ничего себе, подгонщики, подгонщики. А это тебе из Судана. Да ладно? Да. Слушай, а он настоящий? Конечно. Так что рыбу. У нас есть нож, ребята. Рыбу сейчас будем чуть с суданским кинжалом. Огонь вообще. Все. Подожди, надо же 5 копеечек тебе дать. Ну давай, у нас поменялись, рыба на ножик. А это что такое? Это чай, разные сорта чая. Спасибо большое. Ну это подгонщик. Я все равно рад, что он пиво не пьет. Просто огонь. А у Миши вон просто огонь. Смотри, как это делается? Берешь вот так вот. Фигак. Фигак. Вот просто вот так, да. У меня это огонь. Миша, тихо, мы снимаем. Чпекс. Так вот разламываешь. Ой, просто огонь. И ешь икру. Шик с отлетом. Вообще, вообще, просто. Это бомба. Смотри, какая она жирная. Вообще. Ничего не пропадает? Ничего не пропадает. А когда у нас что пропадало? Как все ничего не пропадает? Сейчас я это выпила. Это все можно есть. Во-первых, говно. Во-вторых, мало. Ха-ха-ха. Я не пью пиво. Я пью Ессентуки номер 4. Самая вкусная татьяна. Моя любимая котировка. Угощайся. Спасибо большое. Пиво допью? Да. Сначала свое, потом общее. Попробую тоже. Конечно. Ну, конечно, под пиво было бы круто. Жалко, Игорь, мне пиво не дает? Да. Хорошо, что Роман пиво не пьет. Мы, значит, в Екатеринбурге. В раннее утро мы собираемся на рыбалку. Вместе первый раз на зимнюю рыбалку идешь? Да. Как будешь рыбу ловить? Сначала надо посверлить рот. Просверлить? Посверлить рот. Да, да. А потом достать удочки. Потом уже так себе ведло. Потом убрать спокойно. Все? Я поймаю рыбу. Я поймаю рыбу. Ну что, Миш, сам будешь лед сверлить? Да. Как думаешь, это тяжело? Ну ладно, пойдем. Выбрали наше самое рыбное место. Сейчас будем делать отверстие. Понял? Става, иди в ящики. Сейчас Тимофа тебе даст шабалу. Давай покойку. Вот так, вытаскивай вот эти все. Сейчас. Вот, вытаскивай. Сколько толщина, Олег? Давай, Миш, что там идем? Человеки. Человеки. Пойдем. Вот сейчас сидишь, ждешь. Когда у тебя рыбка будет клевать, у тебя вот так вот удочка будет делать. Надо быстро ее вытаскивать. Прямо резко-резко. И тогда рыбу поймаешь. Надо сидеть очень долго. Потому что рыба, она не знает где ты сидишь. Ей надо сначала найти тебя. Давай, давай, давай. Крутим. Крутим, крутим. Давай, давай, давай. Давай, интенсивней. Быстрее, быстрее. Рыба сейчас уйдет. Я когда начинал снимать, у меня была GoPro. И картинка всегда была такая трясущаяся. Знаете, идете, сами себя снимаешь, рука хочешь не хочешь, трясется. Вот мне здесь сейчас подогнали стабилизатор электронный. То, о чем я хотел очень давно. Потому что, имея даже обычный телефон, смартфон, ты, можешь снимать со стабилизатором, как Super Pro. У тебя не будет никогда трястись рука. У тебя всегда будет четкая, плавная картинка. Взяли, открыли. Откалибровали. Чтобы у тебя телефон был более-менее ровно. Зафиксировали. Включили. И штука готова к съемкам. Оп. А дальше ты можешь делать все, что хочешь. Ты можешь ходить, прыгать, бегать, снимать. Или ты, каким бы ты ни был рукопопом, ты всегда будешь снимать плавную и четкую картинку. Теперь у меня есть стабилизатор для телефона. Буду снимать таймлапсы. Можно ставить на стол. Можно ставить слежение. Можно настраивать углы. Крутить телефоном, как ты хочешь. Весит 500 грамм. Работает до 20 часов без подзарядки. Если хотите, такой же стабилизатор. Вильта М называется. По ссылке в описании. Компания даджет.ру Помнишь, может быть, в интернете раньше такой прикол был с курицей, у которой голова все время находится в одном положении, как будто курицей не мотал. Вот. Теперь у меня есть примерно такая же штука, только для айфона. Давай. Опускай сюда. Целься, целься. Вот так. Все. Садись. Будем ловить сейчас. Молодец. Ждем поклевку. Ну что? Да, дежурная. Не хотят. Стой-ка. Давай, хватит. Что, горячий чай? Да. Чтоб похолоднее был? Ага. Еще капельку добавлю? Давай, добавляй. Чуть-чуть. Все. Все. Вкусный чай? Ага. Очень. А бутерброд все? Салом. Не очень. Не пошел? Не понравился? Не понравился. Не пошел. Нравится рыбалка? Да. И рыбала она встает. Да. Но пока нет еще, да? Ага. Ну, может пока еще некоторые рыбы жасную, а некоторые рыбы паснуюсь. Понятно. Может быть. Но пока ждем. Скручиваем удочку, собираемся домой. Да, сегодня наш день. Да, пару часиков посидели и все. Что, где рыба? Там. Все рыба на дальнем кордоне. Оставили потомкам? Все, да. Рыба осталась. Пускай растет. Все, выходим. Ну что, наш пустынный волк, Мерседес, стоит в Екатеринбурге. Конечно же, это не наш. Наш где-то в Буркина-Фасо ездит. Мы приехали сейчас пострелять из лука. Леша, с кем мы на рыбалку ездили, сейчас покажет нам мастер-класс стрельбы из лука. Давно не стрелял. Вот хочу вспомнить. У него есть лук прикольный, блочный, новый. И он сейчас научит нас. И все так быстро, как ты думаешь. Вот, значит, чем ты занимаешься свободно от работы время. От работы время, да. Свободно от работы время. Пристреливаешь луки. У тебя сколько луков сейчас? Ну, два. Ну, два. Ну, два, значит, что... Один в деревне там. А, я понял. Это сколько сил у него? Килограмм. 60 фунтов. Это где-то 27 килограмм. От ворот до ворот сколько получается? 25. 25? Стрелый карбон. Блейд. Так. Сколько одна стрела стоит, если ломается? 600 рублей. 600 рублей. А лук сколько такой стоит? 60. Ну, вот ты его здесь покупал? Нет, я заказал. У тебя Лариса то увидит это видео, как думаешь? Нет. Нет? Здесь можно сказать, что лук стоит 60. Так, пристрелка. По всей ней пробочке. Чуть выше. Сколько стрел уже было? Из этих пока еще ни одной. Старые все прошибал. Нижняя пробочка. Вот он. Че не гачку? Извините. У тебя еще стрела встала? Человек охотник укладывается с 30 метров в 4 сантиметра диаметр. Кружочек. Ну это тренировочные стрелы не охотничьи, а охотничьими. Эффект будет чуть другой. Но у тебя там качественнее про стрелы, а эти хуже немножко, Нет, эти стрелы лучше. А, лучше. Наконечников нет. Сейчас надо наконечники. Вон мишени валяются, расстреливаются. Смотри. Где-то через вот эту. Это пробивает вату, да? Да. И пробивает лист металлический. Да. Не, ну я умею чуть-чуть стрелять. Тут своя методика немножко. Вхолостую не сбрасывать. В любом случае не сбрасывать. Вот этот вот релиз. Взведешься, палец вот здесь держишь. Возьми сюда. Чуть-чуть натягиваешь. Чуть-чуть. Много-много-много. И сброс делаешь. Все. Целится вот пип, смотрите. Она совпадает. Да, и целится. Да, и целится. Угу. Угу. По руке бьет. Ну, не знаю, мне нет. Тебе может ударить. То есть вот у тебя должно быть вот здесь вот. Вот это релиз. Здесь цепляется тетива. И когда ты готов, просто чик, и все, тетива улетает. Уставай ключик. Обязательно для булочного лука. Чик. Все. Когда взводишься, взводи с двумя руками. И левой, и правой. То есть растяжка должна быть как это. Свою правую цель. Сейчас пробую. Все плевеси. Плевес держишь здесь. Подожди. Вот это, что лежало на полке. Угу. Аккуратненько. Взводишься, направлено, вмешиваешь. Видно? Так. У меня целик не вижу. Вот это. И включим. Будем видеть. Валенок. Угу. Валенок попал. Валенок попал. Не, у меня на самом деле есть небольшой страх вот об эту штуку ударить. Ничего страшного. Я просто раньше, когда стрелял, у меня вот здесь вот все время синяк был. Да. Потому что это. У меня сейчас, видимо, небольшой страх остался. Еще постреляешь отсюда, чтобы тебе распознать. Тяжело бы стало в руке? Ну, не привычки. Просто я говорю, я вот, поскольку помню, я вот, ну, всегда вот так вот делал. То есть это чуть проще, наверное, было. Попробуем еще. Попробуем еще. Оп. Туговато, да? Да. Так, левее. Есть. Смотри. Иди снимай. Иди снимай. Иди снимай. Иди. Результат. Ревана, барабан. Целился левее куда? Да, левее. Я где-то вот, ну, как раз вот сюда где-то еду. Надо перенастраивать, я пока не готов настраиваться. Я хочу его ослабить. Ага. Мой первый лучший трофей. Фанта. а я иду с мыслью что покой мне только снится роман это песок что тебя что-то уже сыпется арея из меня стареют пусть это будет меня не буду тебя расстраивать но давай только после вас сударь гостям у нас почет ай хорошо хорошо что ведра отлично вот сейчас хоть за это заколола первый раз не колола ребята в честь приезда рома королева мы сняли баню и купаемся в проруби вот такая баня на тургаяке прям сколько 15 метров до проруби но а летом 3 метра 2 метра 2 метра но вот два метра летом зимой 15 метров до проруби шик и виды конечно сидишь паришься еле сил хватает смотреть в окошко потому что пар хороший но сара наслаждаешься в закат вообще не пою вообще не паришься вообще не паришься круто очень круто я тысячу лет хотел искупаться в проруби после бани просто в проруби искупаться как-то меня не тянуло вот после бани хотел никак что-то не было возможности а игорь говорит так приезжать я считаю вот я считаю что следующим этапом нужно обязательно искупаться без бани в проруби но это не так совсем другой эффект это вообще другое это ты будешь чувствовать себя и через 10 минут как заново родился это комплимент от ресторана за ваши крутые видео пол киломедий это пол киломедий и по шеф-поварам комплименты шеф-повар пробуйте это очень вкусно спасибо большое мммм 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 нет без разницы огонь Максим ммм друзья значит смотрите мясо славится своими производствами и количеством своих производств и вот одним из заводов которые есть в мясе является предприятие ИВЕКА МТ это автосборочное предприятие ИВЕКА так вот владелец этого завода учился раньше в Германии настолько полюбил пиво что со временем он устал с друзьями летать в Германию и решил просто построить здесь и ресторан и пивовар поэтому идемте сюда и посмотрим какой здесь варят пиво варят пиво а сегодня у нас кара ягненка первая сосиска и у тебя штука а ты феносу был Не, рулька-то это у тебя, я про Миша. Которая была не сосиска, а с курином шашлычком. С курином шашлычком? Да. Но я хотел попроще выглядеть. Приятного аппетита всем. Да, приятного аппетита. Как это называется? Мы поднимаем шашкейк со снегом из манго. Со снегом. Со снегом из манго. Теперь посмотрите вот на эти глаза. Миша, как тебе снег из манго? Так, друзья, вы находитесь в Рязанцев Хаус. Рязанцев Хиллоч. Да, Рязанцев Хиллоч. Ин мяс таун. Рязанцев Хиллоч. Ин мяс таун. Эй, ты сдавайся. Я уже сдался. Все. Твоё оружие кончилось. Здесь вот я вот. Знаешь, вот в интернете подаюсь. Так. Я купил вот такую карту. Это скречка, да? Стирается какая-то. Да, стирается. Вот мы начали с Максом стирать, но еще они-нибудь стирали. Только вот тут начали. Это где ты был? Это где я был, да. Еще Африка не тронута. Европа. Европа как стирать? Конечно, надо Европу всю сначала объехать, но взять и просто стереть, да? Ну, желтые страны, как не стереть. Но ты в Европе наверняка везде был. Нет, не везде. На Балканах не был. На Балканах не был. Вот я тоже, мне Балканы интересно очень. На Балканах не был. И у меня не тронут здесь только штаты, Мексика, несколько стран здесь и здесь Эквадор. А Оля еще Перу. То есть у нас... А карта твоя или семейная? Моя. А, то есть ты стираешь только там, где ты был? А эту женщину, я не знаю. А эта карта чья тогда? А это мне Оля подарила. На ночь, Дени. А здесь что надо делать? Здесь надо просто смотреть на нее и видываться. Все, это он может наклеивать страны. Видите, что самое большое это Россия. Ты должен смотреть и гордиться. А здесь что-то много России. Россия, 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 Россия. Ты должен четыре раза гордиться. Какая была идея? Можно было поставить флажки такие, то же самое. По принципу по этому. Хотел сделать флажки красные, чтобы можно было поставить. Флажков не хватило. Денег на флажков не хватило. Деньги закончились. Так и запишем. Можно вот еще вот выставить, не очень важно. Потому что вот очень многие диванные райдеры, которые смотрят мои видео у меня на канале, они говорят, что вот эти подводные охотники, лошары, они всю рыбу выбивают. Они там вообще не дадут ничего, мы ничего поймать не можем. Ребята, чтобы убить хотя бы немножечко той рыбы, которую вы видите, нужно было вот столько времени провести под водой, столько лет потратить на это, на это увлечение, столько лет провести, чтобы что-то там убить. Поэтому не думайте, что просто каждый, кто взял ружье и ласы, нырнул и надубасил там рыбу очень-очень много. Мы потратили на это очень много лет своей жизни, для того, чтобы хоть что-то начать научиться. Добывать не убивать, а добывать. Федерация подводного рыболовства России. То есть это официальная организация, которая занимается именно подводным рыболовством. Конечно, мы минимум два месяца проводили под водой в год, для того, чтобы что-то там надубать. Друзья, вы находитесь в гостевой комнате нашего дома, которое Оля называет кладбище техники. Но на самом деле эта комната была сделана исключительно для гостей. Она, как вы видите, с отдельным входом. В нее попадают люди, которые живут в разных часовых поясах. которые приезжают к нам в гости. Ну или, по крайней мере, так планировалось. Но один человек ей воспользовался точно. Один раз. Один раз. За 9 лет. То есть зашел без спроса? Просто эта дверь была закрыта, он зашел? Да, он просто отсюда. Он приехал ночью, зашел, спокойно лег спать. И утром ушел? Нет, и утром уже пошел, вышел уже в эту дверь и начал... А вы уже знали, что он приехал? Или вы не покажете? Нет, мы знаем, мы же оставили ему ключ, он просто зашел. А ты снимаешься? То есть ключ не спрятан под ковриком? Я снимаю, Оля. Как раньше было, да, помнишь? Я снимаю. Записка, мама, ключ под ковриком. Сегодня здесь будете жить, Оля. Сюда? Пошли дальше. Здесь Оля готовит, здесь мы едим, здесь мы смотрим телевизор. Вот, собственно, и все. А там, друзья, у нас второй этаж, там у нас частное пространство, которое запрещено снимать моей женой. А вон ту штуку Игорь выцеганил в Сьерра-Леоне у хозяина отеля, в котором мы жили. Причем реально выцеганил. Да, да, да. Ну что, покажи, какую ты купил доску. Я не купил, мне подарили. Подарили? Реально подарили. Классно. Я считаю, это лучший сувенир. Что написано? Я дословно не переводил, но я так понимаю, что заботливый муж и трудолюбивую жену. Я говорю, отдайте, это будет лучший сувенир из завтраки для меня вообще, отдайте. Едеме отдали. Хотите, я секрету рассмотрю? Так. На утро вы только провесли. Она стояла, вон. На утро вы спускаете, он стоит, и говорит, что делаешь? Он говорит, вешаю. Ну, я здесь не местная, но так где я местная? Да нигде не местная. Это допустят везет. А еще я люблю покупать тарелки. Вот видишь, что я целая куча, которую надо повесить. Я их не люблю, вешать, но еще не люблю покупать. В первой тарелке, когда я летел из Ганна, через Маракеш, да. Вот эти две крайние тарелки я купил из Маракеша. Причем покупил я их по 10 евро за штучку. Представляешь, 700 рублей это такое тарелка. Марокканские вообще очень красивые. Марокканские вообще. Но они чем-то похожи на узбекские, вот на этих. Они всеми. Да. Потом я полетел в Узбекистан. А, и в Таджикистан. Из Таджикистана я привез вот такую вот фруктовницу, которая, собственно, используется по назначению. Вот это национальные цвета. А, из Узбекистана я привезу такую красную тарелку. Да. А потом мы поехали в этом году в Иран. И в Иране мы купили вот такое блюдо. Вот это. Вот это. Вот это. Вот это иранское, да. Прикольно. А это тоже узбекистанское, да. Это тоже из Узбекистана. Это из Самарканда. А, они даже смотрел видео, там он рассказывал, в чем разница, что типа самаркандские какие-то такие. Прикольно. Вообще прикольно. А, вот это из Ирана, да. Из Ирана и вот те, которые в статуэтке там стоят тоже, тоже из Ирана. Прикольно. Это мы в таком шикарном месте покупали вообще. Садаш, Андрей. Я купил в Узбекистане вот эту красную тарелку, но это не традиционные цвета. То есть у них красного цвета нет в росписи тарелок. У них вот синий и белый. И в Саджикистане тоже синий и белый. И, а знаете, я сейчас скажу, мы же их реально используем. Это лаган для плова. Мы их действительно используем по назначению. Когда мы готовим с друзьями плов, мы их оттуда снимаем, накладываем туда плов, едим. Раскладываем, то моем и ешь им обратно. Мы вообще молодцы. Вот так вот. А вы там гадость всякую пишите, что доллар не дал за шлепок. Не говорите. И пишите, что мы мажором. А мы все сами, сами трудом. Вот чем отличается блочный лук от обычного? Ты когда блочный взвелк, ты потом его можешь держать туда хоть сколько, хочешь там минуту, все. То есть ты чем больше взводишь, тем тебе легче. Самое сложное в начале. Но у обычного лука наоборот, чем больше взводишь, тем тяжелее. Но ты не можешь долго стоять сразу. Что нам покажите, как ты, мастер? Давай. Класс. Пошла дальняя стрельба. Стрельба на большие дистанции. А ты едете, как вуалет на ворот открываешь? Те ворота нужно открыть. В тот цех, ну, там вагон стоит. Во-во. На штырь-то не села? Так. На штырь-то не попала на штырь? Ты сюда села? Нет? Нет, я туда провалилась. А то уже, ой. Нормально? Да, все хорошо. В России запрещена охота с луками, с арбалетами, поэтому приходится тренироваться на бутылках и валенках. Смотрим, размер мишени приравнен к ряпчику. Давай, как будто в ряпчике стоят, даже беленький. 30 метров на ряпчика. Дал выжить. Но он даже не поймет, что реально такая штука пролетит. Подумай, ты и дочка упал. Но на самом деле, если стрела попадает в цель, то стрела ломается, рушится, то есть от нее ничего не останется. Она попадет либо в дерево, либо в землю. Все равно животное прошьет, скорее всего. Прошьет, конечно. Четко, попал. Первая стрела пристрелочная, ушла на 3 часа. Вторая четко в шею. А третий вот под попу ряпчику, хвостик один остался. Так, вот смотри. Это специальный пенопласт. Вот смотрите, глумена проникновения через... Что у нас? 100 миллиметров. 100 миллиметров пенопласта и дальше варх. А, не пенопласт, это ПВХ резина. А, это резина ПВХ? Да, 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 пенопласт шьет вообще. Вот если поставить, то стрела сломается. Потому что, когда первая пойдет пробивание, стрела начнет гнуть, и во втором, получится пробивание ее может в эту сторону, то есть стрела ломается. Давай, ставь. Прошила насквозь, считай, 3 миллиметра, наверное, металла. 100 миллиметров резина. Нет, это что-то. Все, и стрела по-моему, куда? Вот, соответственно, стрела сломалась. И перья. Броду ничего. Только подточить. С наконечником ничего не произошло. Мастер лучной стрельбы показал нам мастер-класс, как надо стрелять из лука. Все, где у нас разрешена где-нибудь? В Европе разрешена из лука стрельба? Так и на вольерных хозяйствах в России разрешена. То есть, зверь, который был на искусственном воспитании. Ага. Все согласовывается с охотоведами или с хозяинами. Вернее, с хозяином, владельцем хозяйства. И производится охота. В Беларуси разрешено? В Беларуси разрешено? В Беларуси молотается. Еще где-то. Еще где-то. Всего хорошо. Утро в Миасе начинается с того, что мы жарим тунца. Это собака зубового тунца. Собака зубового тунца, которого Игорь сам подстрелил на Мальдивах. На Мальдивах. На Мальдивах. Ну, рядом, недалеко от Мальдив, в Индийском океане, недалеко от берегов Индии, скажем так. Обычно просто у нас всегда так утро начинается. Ежедневно. С жареного тунца, со стейков и жареного тунца. Просто мне сказали, что все так начинают запретить. Понятно. Ну, что это могу сказать? Прости, вы же не запретишь? Мы Славе просто Волкову хотим привет передать. И он очень просил тунца ему привезти. И ты привез? Я привез, но Роман сказал, что его надо съесть. Так что виновость портится. Я ни в чем не виноват. Ну, что я могу сказать? Внутри он сыроват. Вот видно прям. А снаружи горячий. А как известно, горячий сыр и сыр не бывает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Юль. Да? Доброе утро. Тебе принесли завтрак? Класс. Собакозубый тунец. Родом из мяса. Поймали в озере Тургая. Да. В реке поймали. На Мальдивах нельзя охотиться на рыбу. Там никто не стреляет. Это все здесь. Ничего себе. Попробуй. Секундует. Семерный ответ. Попробуй, попробуй, скажи. Сейчас. Как это называется? Эндемик, да? Эндемик, да. Эндемик. Это эндемик. Он живет только на территории города Миан. То есть он выше там мелко, он туда не проходит, он слишком большой. А ниже там уже засоряется вода. И он там просто умирает. Поэтому он живет только в реке Миан на территории города Миан. Это эндемик. Щука, да. Да. Мианский собакозубый тунец. Пришло время возвращаться в Екатеринбург. Спасибо этому дому. Едем в другой дом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok